Эти три волка познакомились с семейной парой в момент крайней нужды. Они очень голодали в лесу, так как, будучи маленькой стаей, они были не так эффективны в охоте. Тот день, когда Андрей встретил их во время прогулки по лесу, они никогда не забудут. Андрей был поражен, когда перед ним появились эти три волка. Конечно, волки в тот момент воспринимали человека не как друга, а как возможную добычу. Но всё изменилось, когда Андрей вместо того, чтобы убежать, достал из своего рюкзака сочный свежий кусок мяса, который он принёс, чтобы покормить других животных, с которыми недавно познакомился. Однако оказалось, что эти волки нуждались в еде гораздо сильнее. Поэтому он с радостью положил мясо на землю и отошёл назад. Обычный человек сильно бы испугался, увидев волков так близко, но Андрей был спокоен. Он знал, что эти животные просто голодны, и если он предложит им еду, они проигнорируют его и пойдут к еде. Они даже будут ему благодарны. Так и случилось в этот раз. Положив еду на землю, человек ушёл, пообещав вернуться на следующий день, чтобы повторить кормление. Постепенно он завоёвывал доверие этих волков и решил, что со временем сможет приручить их. Так оно и произошло. День за днём человек возвращался в то же место, где находил волков, которые уже ждали его там и даже подходили к нему, чтобы он их погладил. Между ними завязались дружеские отношения. Андрей даже решил привезти свою жену, которая тоже любила животных, чтобы она познакомилась с его новыми друзьями. Время шло и вот однажды. Пришла долгожданная новость, Анжела наконец забеременела. Пара была счастлива это и вести. У них, наконец, будет долгожданный ребёнок. Они сразу поспешили поделиться этой новостью со своими питомцами в лесу. Андрей помнит тот день, когда он и его жена пришли на встречу со своими любимыми волками и сообщили им новость. Кто-то может подумать, что это абсурдно, животные не понимают человеческую речь. Но Андрей готов поклясться, что эти животные поняли каждое слово и бросились на них, облизывая их, чтобы поздравить. Эта сцена навсегда осталась в памяти этой семейной пары. И в конце концов у Анжелы родилась прекрасная девочка Соня, такое имя выбрали ей родители. Наконец мечта сбылась, и в течение трёх лет они были счастливы со своей дочерью. Они привили ей такую же любовь к животным, и когда девочке исполнилось 4 года, она познакомилась с волками, которые были частью их семьи. Для этой семьи это была обычная прогулка, ведь они полностью доверяли этим животным. К этому времени волкам было уже по 6 лет. Они выглядели более взрослыми и крепкими, даже немного свирепыми. Но стоило Андрею появиться, как они вновь превратились в мягких щенков, которые обрадовались возможности познакомиться с маленькой девочкой. Под присмотром Анжелы и Андрея они позволили Соне поиграть рядом с собой. Они бы никогда не причинили ей вреда. Это повторялось на протяжении всего года. Эти животные очень привязались к девочке, а девочка к ним. Для этой семьи стало традицией каждое воскресенье после церкви навещать своих верных друзей. Однако, эта история принимает драматический оборот, когда в 5 лет Соня заболела. Родители девочки были в отчаянии, не зная, что делать. У неё был жар, рвота и диарея, поэтому они решили отвезти её в больницу, там приложили все усилия. К сожалению, Соня была объявлена мёртвой. Это разбило сердце супругов, они не могли поверить, что она ушла от них. Её тело было передано родителям, и опустошённая семья организовала похороны девочки на местном кладбище. Туда пришли все жители деревни, включая друзей и родственников, чтобы разделить горе этой семьи, зная, как они боролись, чтобы Соня появилась на свет. Когда всё закончилось, они вернулись домой, думая, что их жизнь уже никогда не будет прежней. Прошло 5 часов, когда им сообщили, что волки вырывают могилу их дочери. Пара удивилась, как такое возможно. Могли ли это быть те самые волки? Они тут же отправились туда и обнаружили людей, пытающихся остановить волков, которые действительно оказались их знакомыми. Двое рыли землю, а третий стоял на страже, демонстрируя агрессию к любому приближавшемуся. Андрей не мог поверить своим глазам. Зачем они это делают? Всё стало ясно, когда волки закончили и открыли гроб. То, что они увидели внутри, шокировало всех. Маленькая Соня лежала в слезах. Девочка потеряла голос от криков о помощи, которые никто не слышал, кроме этих трёх волков. Никто не мог объяснить, как они оказались в этом месте, хотя кладбище и находилось недалеко от леса. Но ничто не могло объяснить, откуда они узнали, что девочка там, и что удивительнее, что она жива. Девочку срочно отвезли в больницу, где попросили, чтобы её осмотрели другие врачи, поскольку те, кто лечил её изначально, продемонстрировали полную некомпетентность, фактически похоронив живую девочку. В заявлениях СМИ генеральный прокурор штата заверил, что по делу у этой девочки было возбуждено расследование. «Мы определяем некоторые направления расследования», заверил он. «Врачи и больницы будут судимы за халатность. Главное, что девочку удалось спасти благодаря вмешательству этих трёх волков. И после долгого пребывания в больнице она смогла поправиться. Родители никогда не забудут подвиг этих животных, и они навсегда останутся в сердце Сони». Эта история ещё раз демонстрирует прекрасные отношения, которые могут сложиться между животными и людьми, когда люди стремятся понять их и дать им всю любовь и заботу, которые они заслуживают. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и ещё не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю. Субтитры создавал DimaTorzok